Беларусь, Кривой Рог, Дубай, Сумы, Одесса, Любовь у нас из Украины, Киев, отлично, Пятигорск, Ривне, супер-супер-супер, Краснодар, Сочи, отлично, Пермь, Россия. Да, давно не виделась со многими, рада вас всех приветствовать, добрый вечер, друзья, Харьков, супер, Пятигорск, Кривой Рог, молодцы, а я сейчас в Греции, да, вот, приехала позавчера из Украины, жара, сегодня даже успела покупаться в море, побежала в мое любимое море ненаглядное, которое подарило мне самую красивую мечту, да, путешествовать в круизах, и которое у нас стало реальностью благодаря нашей замечательной компании Инкрузес. Всех приветствую, всех очень давно заскучила, не видела, всех еще. Ром, Италия, отлично, Швицерланд, прекрасно, боже мой, какая у нас богатая наша карта, очень богатая наша карта, и это прекрасно, и этому я посвящаю сегодня мой тренинг. Итак, друзья, сегодня мой тренинг называется «В чем сила Инкрузес?». Я считаю, что это очень-очень важная тема, поэтому я все-таки решила, что это будет тренинг, а не презентация, так как нам нужно узнать, есть ли сила, есть ли мощь в нашей компании, в которой мы работаем, откуда берется эта сила, откуда Инкрузес черпает свою силу и насколько хватит этой силы для нас всех, чтобы мы могли здесь продолжать работать, продолжать путешествовать, продолжать наслаждаться жизнью, добиваться потрясающих успехов, делать результаты и стремиться ко всему тому, что каждый себе наметил в своей жизни и хочет достичь этого всего благодаря прекрасной компании, в которой вы стали проводниками счастья, послами счастья, так же, как и я, теми людьми, которые дарят свободу людям финансовую, мир, путешествий и очень много другого интересного. Для начала я представлюсь. Возможно, у нас есть люди, которые первый раз будут смотреть, слушать, и не все знают меня. Меня зовут Ирина Аронец. Я являюсь интернациональным директором на данный момент по статусу по рангу, также стулованным героем Инкрузес за мой вклад в развитие на русскоязычном рынке компании. И считаю себя, и также это подтверждено словами нашего генерального директора, основателем русскоязычной команды. Я в клубе нахожусь практически с момента основания клуба, пять с половиной лет уже, и поэтому знаю все, как начиналось, как развивалась компания Круизный Клубин Крузес, как все происходило, какое развитие было и к чему мы стремимся дальше, какая перспектива нас ждет. Так что моим словам можете верить абсолютно. И я взяла на себя эту миссию сегодня провести для вас тренинг «В чем сила Инкрузес». Итак, я хочу открыть здесь у нас экран все-таки полноценно и обратить ваше внимание на этот слайд, на котором я показываю статистику из нашего кабинета, из нашего сайта. И вы все это можете видеть. Если кто-то из вас не знает, я очень прошу, опуститесь вниз футер нашего сайта. И здесь, ну, буквально это, наверное, месяца два, как компания выставила эту статистику на это просто вот в такое взрывное явление, так как здесь мы видим результат достижения развития компании. То, что в реалии, в онлайн-режиме показывается, и мы можем этим и хвалиться, мы можем это презентовать, мы можем показывать здесь четко, чего уже добилась компания, и также подтверждать, что мы не являемся финансовой пирамидой, как многие иногда хотят нас назвать, не разбираясь в сути, не зная главных положений данной компании, и не вникая в информацию, не разбираясь в юридических материалах, и поэтому делает большую ошибку. Вот здесь главный документ. И что здесь на этом документе мы видим? Что главная сила, инкрузис, это покорение мира. Это то, что мы охватили практически весь мир, и это сейчас уже 191 страна здесь показана, где есть партнеры официально, и члены клуба официально зарегистрированы, и оплачены в нашу компанию со своим вступлением, да. То есть они выявили, проявили это желание быть и членами, и партнерами клуба, они увидели здесь возможности, возможности для самих себя, и это прекрасно, так же, как и вы все. Вот. И, конечно, мы видим, какое количество партнеров, да, 207 тысяч на данный момент с половиной – это партнеры, это бизнес-партнеры, это мы с вами, в этом числе находимся, те люди, которые делают здесь и бизнес, они только путешествуют. Посмотрите, конечно, на то количество членов клуба, их свыше 800 тысяч, практически 900 тысяч, и вместе с партнерами это уже миллион участников полноценных, влюбленных в круизный клуб Инкрузес, который здесь и путешествует, и зарабатывает деньги, наслаждается жизнью. И благодаря Инкрузес мы дали круизным компаниям очень много круизеров, в частности 145 тысяч 675 человек за эти пять с половиной лет путешествовали в круизах, в разных круизных линиях, по разным маршрутам, именно, именно от компании Инкрузес. Это просто фантастика, но это реалии. И самая большая цифра, которая очень меня вдохновляет, и я думаю, что и вас всех, посмотрите, что дала компания людям, простым людям, для кого был создан этот клуб. 50 миллионов, свыше 50 миллионов долларов сделали экономию своих денег члены клуба, которые здесь у нас есть. Вы видите, какое это число. Это те люди, которые путешествовали благодаря модели членства круизного со скидками, путешествовали более доступным путем, которые путешествовали по модели free membership, вообще, то есть бесплатное членство путешествовали абсолютно бесплатно, и они сэкономили большие суммы денег. Каждый из нас, каждый из нас сэкономил какую-то большую сумму денег, и эта сумма не была потрачена на наши прекрасные путешествия, хотя те люди, которые путешествуют от турагентства, они их потратили. Да, они тоже были в прекрасном круизе, но они потратили свои деньги. Мы же были в этом великолепном круизе и сэкономили, и наши деньги остались дома. И это замечательно. Поэтому в этом, конечно, и есть большая сила инкрузис. Для этого и был создан этот кул для того, чтобы люди могли, экономя свои деньги, путешествовать самым красивым видом отдыха, круизным, и при этом они могли бы экономить деньги. И смотря на этот слайд, который для вас создала я, все-таки хочу вам сказать следующее, что это все не так-то просто. Да, был создан кул, да, была придумана классная модель, да, была запущена модель MLM, чтобы путем сетевого маркетинга, передачи информации, рекламы из уст в уста, мы могли распространять легко эту информацию, делиться по всему миру и охватить весь мир, чтобы все могли иметь такие возможности. На самом деле тут не все так просто, если углубиться и подумать, проанализировать все это дело с разных сторон. Вот чем я и занялась. То есть зная компанию уже столько лет, зная, как этот процесс развивался, зная, как работают наши партнеры, зная обо всем, что происходит у нас в клубе, конечно, я наблюдала с разных сторон и думала, неужели только в этом, в этой формуле членства, в этой формуле MLM-партнерства заложена такая большая сила ингруза. Нет, это не так все просто. На самом деле здесь есть еще такой глубинный секрет, то, что здесь компания сама собой уже является эгрегором, является тем, то есть силой притяжения, который дает людям настолько много, что они, приходя сюда, остаются здесь практически навсегда. Вот. И мы все вместе создаем такое магнитное поле. Вот так я это назвала. Действительно, я это так вижу, это так чувствую. Почему? Потому что люди по своей сути имеют как бы две сильные энергии, которыми они владеют и которыми они могут в мире что-то делать. Это физическая энергия и это энергия ментальная, или духовная, или эмоциональная, или нравственная. И здесь настолько все как бы совмещается вместе, что одно двигает другое. Что я хочу этим сказать? Почему я вижу, что у нас ингруза образовал такое магнитное поле, как земля имеет свое притяжение и притягивает все на землю, так и ингруза образовал такой эгрегор, и здесь уже все притягивает друг друга. И поэтому сила набирается еще больше. И отсюда точно мы не захотим уйти никогда. И поэтому мы все так стараемся, чтобы ингруза сжил долго и вечно. И все делаем для этого. Почему? Потому что ингруза сдает нам самое главное. А что нам дает ингруза? То, что мы хотим. И я вам написала здесь одну такую фразу. Люди хотят хлеба и зрелищ. Я думаю, вы слышали эту фразу. Я ее сама даже говорила в начале еще моих презентаций в 2016 году, когда начинала проводить, рассказывать об ингрузе. Мне прямо в голову эта фраза зашла и сама вышла из моих уст. И это было четкое определение, была в этом уверена. Почему? Потому что эта фраза принадлежит еще римскому сатирику. Юминал был такой, да, в Древнем Риме, когда еще были правители Древнего Рима. И они жили очень вольготно, жили очень богато, роскошно. Это вы знаете, мера по истории. Но большинство людей жило очень бедно, да, те люди, которыми они управляли. И чтобы усмирить эти массы, они поняли, что нужно иногда делать им какие-то подачки, так сказать, или подарки. И тогда люди забывают о своих проблемах, отвлекаются и начинают делать то, что хотят другие. И что именно они давали? Они давали, да, дарили им хлеб, вино время от времени и устраивали им цирк, цирковые представления. И люди забывались, да, люди забывались и уже как бы боготворили своих правителей и довольствовались даже тем малым, что они имели. И это было не только в древние века, это такая формула начала переходить из века в век и пришла даже к нашему сегодняшнему моменту. И мы тоже это проживаем часто, да, когда у нас случаются какие-то проблемы политические, финансовые в разных странах. Что правители делают, что наше правительство делает, ну, старается нам вот давать и хлеба, и зрелищ, да, назовем таким, в общем, словом. Это я вам вот такую мысль хочу привести, я не буду сильно много на ней зацикливаться, я просто хотела вам дать понять, что инкрузис именно совмещает в себе эту формулу. То есть он дает людям самое главное и хлеба, и зрелищ, именно то, что нужно. То есть и все вместе, все это вместе. И поэтому люди сюда тянутся. И не только люди, а и круизные линии, и круизы, и платежные системы очень серьезные, и много другого интересного. И сейчас давайте все-таки разберем, что имеет инкрузис, да, чем он, как привлекает людей, и почему они здесь остаются, и что такое хлеб, и что такое зрелище к нашим инкрузис. Вот я выделила две главные, два главных определения, которые вы все знаете. Первое – это, конечно же, наш продукт или наша услуга – круизы, да. Круизы, которые мы все очень любим, круизы, в которые мы отправляемся путешествовать, и это наше зрелище. Вот, это то зрелище эмоциональное, которое нас наполняет. Это то зрелище, которое нас сюда привлекает всех. И мы хотим отправляться в круизы все больше и все чаще. И там столько всего интересного. Я не буду рассказывать вам презентацию о круизах. Это не моя миссия сегодня, не мое задание, но я акцентирую на том, что инкрузис нашел тот универсальный и востребованный продукт, который просто нас заполняет полностью. Почему? Потому что круизы дают возможность увидеть весь мир. Это раз. То есть моментально мы в круизах действительно запланировав себе разные маршруты, и постепенно можем увидеть весь мир. И вот, кстати, еще на первой конвенции в Майами, когда у нас была в 2017 году, в январе месяце, Франко Дина тогда еще объявил такое видение свое, что он видит, что миссия инкрузис – это дать возможность любому человеку в течение пяти лет увидеть весь мир. Так созданы маршруты круизных линий, так они все расчертили по карте мира и так все распланировали, что действительно мы можем себе отправляться на разные материки, разные континенты, на разные круизы и постепенно увидеть практически весь мир, и это супер. Ну и находясь, конечно, на круизных лайнерах – это лакшери отдых, это комфорт, и там очень много различных шоу, мы это знаем, поэтому и плюс экскурсии, и плюс все остальное, это действительно обогащает нас эмоционально полностью, вот полностью, столько всего эстетического нам дает удовлетворение наш продукт круиза, поэтому зрелищ у нас полно, и мы хотим их видеть снова и снова, и они не надоедают. Почему? Потому что они всегда разные. И корабли разные, и маршруты разные, и экскурсии разные, и даже если один и тот же лайнер, мы все равно не успеваем все увидеть, и каждый раз что-то новое, и что-то снова привлекательное. И учитывая то, что каждый раз и новые люди, это новые знакомства, это тоже эмоциональный подъем, это тоже очень классно. Новые знакомства, новые люди, новые связи, новая дружба. В общем, что вам рассказывать, если вы еще не знаете, насколько сильное эмоциональное наполнение дает наш продукт или услуга круизы, то отправляйтесь в круиз в ближайшее время, когда, как только сможете, или посмотрите как можно больше видео от наших круизеров. И вы скажете, да, круизы – это самое шикарное зрелище в мире, которое может быть. Дальше. Второе слово заветное, магическое – это деньги, конечно же. Деньги – это самый главный эгрегор, который хотят все люди мира. Вот, самый востребованный продукт круизы и самые востребованные желания людей – это деньги. Это тот инструмент, который дает нам все, что мы хотим. Правильно? Правильно. То есть это, пожалуйста, вам наш хлеб. Наш хлеб. И тогда мы будем счастливы. А чего добивается энгруза? Чтобы мы стали счастливыми. Все очень просто. Пожалуйста, формула есть, и мы ее имеем. Мы владеем этой формулой, и в этом большая сила энгрузы. И этим энгруз притягивает абсолютно любого человека, так как каждый хочет иметь деньги. При помощи денег он будет иметь все. Практически все, что он себе наметил или пожелал. Смотрите, почему я так говорю, потому что это все обосновано. И чтобы вы поняли это на более глубоком уровне, я хочу продемонстрировать вам самые главные ценности энгруза. Итак, вот я выделила такие три главные ценности, которые я считаю, что полностью вовлекает сюда абсолютно все. Это можно расписать на еще 10, 20, 30, 40, на 100 под категории, но они охватывают абсолютно все. Итак, первая ценность энгруза – это ее уникальность. Уникальность концепции, уникальность того модельного членства, которое создала энгруза. Ни одна компания в мире, ни одно турагентство, мы об этом знаем. И по своим правилам также работает компания. И действительно оно интересно, оно не имеет конкуренции, это членство наше. Уникальность абсолютно во всем. И поэтому мы так легко завладели миром. И поэтому мы так легко приобрели вторую ценность, вторую главную ценность энгруза, что это – это глобальный охват. Действительно, то, с чего я начала мой тренинг. У нас уже практически глобальный охват. Я скажу, что в моем кабинете я вижу 200 стран. Возможно, там некоторые еще неоплаченные партнеры, но зарегистрированы тем не менее. Я больше чем уверена, что мы на протяжении этого года захватим и все охватим, не захватим. Мы не оккупанты, мы делимся радостью, счастьями и красивыми возможностями. Поэтому мы делаем охват, глобальный охват. И ваша задача – подумать, где еще, в какой стороне у вас нет партнеров, и постараться их охватить, дать им эти возможности. И это ценность, это очень большая ценность энгруза, и в этом тоже идет сила. Почему? Потому что мы берем всех, и все идут к нам. И третья ценность энгруза – это удовлетворение всех потребностей человека. То есть, да, конечно, два эгрегора важные – это круизы и деньги, но деньги дадут вам все практические потребности, которые вы себе еще запланируете. Правильно? Правильно. Вот, что бы вы еще хотели, кроме круизов, все остальное, приобрести какие-то там свою недвижимость, образование, купить что-то себе, друзьям, семье, кому хотите, что вы можете наметить, поменять свою жизнь коренным образом, внести какие-то амвестиции в свое развитие, развитие своей семьи, или что-то еще столько всего интересного. Практически, что бы вы ни задумали, вам не нужно идти еще в какую-то компанию, вам не нужно где-то работать еще, вам нужно только сконцентрироваться полностью, сфокусироваться здесь и сейчас в энгрузе и продолжать постоянно делать здесь действия, и вы удовлетворите все свои потребности. Почему? Потому что вы знаете, какой у нас доход. Вот вы знаете таблицу Менделеева, я хотела сказать, таблицу энгрузы, да, финансовые. Наши ранги и наши суммы денег. И очень мало даже президентов в мире получают такие деньги, которые получают у нас наши лидеры на высоких рангах. Это потрясающе. И чтобы вы убедились, что все-таки сила энгрузы не просто слова круизы, не просто слова деньги, а что сам энгрузы задействован в очень богатой круизной индустрии, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд от нашей круизной ассоциации КЛИА. Этот слайд, да. И здесь настолько четкая статистика, статистика за 2019 год. Почему? Потому что мы рассматриваем то, что было у нас, какой был рост в этой индустрии. Мы не учитываем здесь год пандемии, хотя я покажу сегодня статистику и года пандемии, чтобы сравнить. Но вот самый высокий рост был в 2019 году, начиная там, например, с 2009. 10 лет беру, да. И каждый год мы знаем, что на полтора, на два с половиной миллиона круизеров увеличивалось. И что вот смотрите, 134 миллиарда долларов был общий вклад в круизную индустрию, доход. 30 миллионов путешествовали в круизах. Практически это вот какой возраст вы можете посмотреть, начиная там с 12 лет. Это было еще в 2019 году. Сейчас уже берут младенцев с шести месяцев, с года, и все очень любят с детьми путешествовать. И, как видите, и молодежи уже много. Раньше было больше, может быть, пенсионного возраста людей. А сейчас все больше уже разновозрастные пассажиры в круизах. Всем нравится. И мы видим, какие, да, средняя продолжительность круиза. То есть есть на каждый, каждый человек может себе подобрать. Как минимум, это 2-3 дня, и тоже достаточное количество людей путешествует. Дальше 4-6 дней, здесь уже 27%. 7 дней – это, конечно, любимая такая вот, ну, наверное, больше всем удобно, да. Она отправится именно на недельный круиз, и здесь 40%. Я думаю, что сейчас это уже вырос, процент за эти 2 года. Мы все больше и больше отправляем людей именно вот на недельный круиз. Хотя многие из нас, которые уже были, предпочитают даже 2 недели. Мы попробовали, и мы поняли, что неделя нам мало. Мы только входим во вкус, да, мы только понимаем, насколько это классно, а уже нужно отправляться домой и уходить из этого прекрасного лайнера, который просто как припал к сердцу, что хочется там жить. Вечно в этих круизах. И, как видите, есть разные. Ну, слава богу, сейчас очень много всего меняется, и круизная статистика растет, и круизы тоже. И об этом я еще покажу на следующих слайдах. Но я хочу сейчас остановиться на этом очень важном. для меня и для компании Incruzors, я думаю, что и для вас он будет тоже очень важным слайдом с этой статистикой. Я не знаю, все ли вы видели, но вы должны знать. Он есть на нашем сайте. Его тоже не так давно выложили где-то, подключили месяца 2 назад. Но это очень большое достижение нашей компании. Хочу вам сказать, что когда я вступила в компанию 5,5 лет, я спрашивала тогда Майкла Хаджсона, если я искала в интернете, если имеет ли участие компания Incruzors в DSL, то есть в компании прямых продаж. Вот то, что я вам показываю сейчас, это глобальная компания, который ведет статистику прямых про компаний с прямыми продажами. Вот, это очень большая такая компания, и очень редко кто может туда попасть. То есть сюда попадают, если вы видите по статистике, сюда попадают только те компании, которые уже имеют доход, имеют оборот за счет своей продукции, за счет продвижения своей продукции, деятельности свыше 100 миллионов долларов в год, да. И только тогда они могут сюда попасть. И, естественно, нашей компании здесь не было. И только в этом году, только в этом году, 2021 году, наша компания Incruzors стала почетным также участником в этом списке, и даже заняла место в 63-е. Кто-то скажет, 63-е место, ну, это не первое, ну, да, это не первое. Как вы видите, на первом месте кто у нас здесь? Компания Amway. И какой у нее доход в год, наоборот, 8 миллиардов, 8,5 миллиардов долларов. Вы все знаете компанию Amway. Она сколько уже существует на рынке? Она уже существует свыше 50 лет, наверное. А Herbalife, вот Herbalife, посмотрите, 5,5 миллиардов долларов. Это компания, которая существует на рынке MLM, да, она продвигает свою продукцию через сеть, через сеть, как и мы, да. С 1959 года. Вот кто говорит что-то плохое о сетевом маркетинге, посмотрите на компанию Herbalife, на этого пионера в этой индустрии. С 1959 года начала работать в мире система MLM. И она дошла вот за 70 лет до сегодняшнего дня. И смотрите, еще занимает первые позиции. Вы понимаете, что это значит? А мы совсем недавно, мы всего 5 лет в мире, как живем и как работаем, и как заявили о себе. 5 лет – это уже много для тех, кто сомневался в компании, кто не верил, то знаете, если 5 лет прошло, и компания существует, еще показывает такие рейтинги, то вы можете смело присоединяться в эту компанию и больше не задавать лишних вопросов. Она точно будет работать еще много лет. Это уже показатель. Но с другой стороны, 5 лет и быть в этом списке – это действительно очень маленький срок. И если мы попали и имеем уже 63 место, уже 63 место, я считаю, что это более чем достойно. И я нас всех с этим тоже поздравляю. И вы можете этим гордиться, обязательно всем показывайте. И причем, смотрите, какая цифра, ну, прям магическая. Опять же, это магнитное поле, я считаю, это магия здесь, компания судьбы, это все здесь взаимосвязано. Мы знаем, что мы сейчас работаем не только на физическом уровне, а и на ментальном уровне. Сейчас век именно духовного развития, развития мысли, развития слова, развития того, что мы думаем, и как мы говорим, и как мы действуем, очень имеет большое влияние. Да, и посмотрите, какая статистика. Свыше 107 миллионов людей по всему миру задействованы в индустрии прямых продаж. Это просто даже одного этого слайда достаточно, чтобы сделать шикарнейшую презентацию «Инкрузис». Поэтому обязательно используйте. А наша компания за этот год, 2021, причем в самом сложном году, да, для развития нашей компании, в самом сложном году, пандемия, и, вы знаете, и банкротство круизных линий, и мы без круизов работали больше года. Это сложнейший год был, но, тем не менее, мы сделали оборот 107 миллионов долларов. Также 107 миллионов людей, и у нас 107 миллионов долларов. Вы представляете себе? Это магия. Это магия, это компания судьбы, и она делает все очень умно. Поэтому такой и результат. Но я больше чем уверена, что каждый год мы будем продвигаться все выше, и будем занимать позиции все выше, и обязательно мы дойдем не только до миллионов дохода в год, а и до миллиарда. И это будет за нами. И, друзья, в этом наша большая сила и сила Incruzis. И почему это все происходит? И почему все-таки, и почему все так у нас получается хорошо? Почему? Потому что Incruzis воспользовался очень умной моделью, очень умной методикой, да, разработал технологии программирования и стратегии и продвижения своего, своей услуги с помощью интернет, да, не только с помощью презентации на земле, как мы делаем тоже, но самую главную ставку Incruzis сделал на продвижение через интернет. И почему? Потому что у них, у наших создателей Incruzis было очень четкое видение, очень, и опыт, в этом сыграл большую роль, конечно, опыт их, вот, и, конечно, видение, и связи, и то, что они создавали, о чем они думали, и как они заключали эти договора, и как они понимали, что это круизная индустрия, какое развитие здесь происходит и будет еще происходить, и плюс та возможность, что все можно продвигать через интернет, естественно, здесь просто иначе быть не может. Вот, интернет поменял правила игры абсолютно для всех, и для Incruzis уже, допустим, показателями были такие компании, которые уже прошли этот путь раньше, еще до создания Incruzis, и уже показали всему миру результаты, и мы их знаем. И вот я вам здесь показываю на этом слайде, допустим, Amazon, да, Amazon – это, я, кстати, тоже работала в Amazon, до Incruzis об этом часто рассказывала, поэтому очень люблю Amazon и знаю много о нем, и знаю, что он тоже начинал с нуля, вот, и с гаража, да, с одного-двух-трех человек, которые вот просто решили продавать какой-то товар и начинали вот так вот с первых шагов. И сейчас Amazon – это просто уже бренд номер один, и его создатели номер один миллиардер в мире, понимаете, спустя всего там несколько лет, спустя какое-то десятилетие. Facebook, пожалуйста, и при этом всем Amazon не имеет своих магазинов, так же, как Incruzis не имеет своих, чего круизных лайнеров, не имеет круизов, это просто действительно фантастика, когда компания, не имеющая свой собственный продукт, вот чем она еще уникальна, продающая продукт третьего лица, да, как круизных линий, она делает такой высокий подъем. И это возможно. Почему? Потому что здесь задействован интернет и продажи через интернет. Пожалуйста, Facebook не имеет своего личного контента, он соединяет людей со всего мира, и практически весь мир пользуется уже Facebook, миллиарды, миллиарды людей. И, конечно же, его создатель, который когда-то был студентом, да, Марк Сукерберг, вы его знаете все, начинал, задумка у него была, идея, все начинается с мысли, с идеи, вот с этой ментальности, которая является Грегором потом для создания чего-то большого и больших достижений. Что он создал? Он создал небольшой такой мессенджер, которым хотел со своими друзьями, студентами пообщаться и перекинуться какими-то файлами. И пошло-поехало. Первый шаг сделал, за ним другой. И вот сегодня мы видим, что Facebook просто руководит всем интернетом, всеми социальными сетями. И это уже, естественно, миллиардер в очень больших, причем это большие суммы. Дальше. Uber. Мы знаем, что Uber тоже самое начинал с нуля и без своих автомобилей. Сейчас он распространен по всему миру, использует чужие автомобили и является очень богатой индустрией. Alibaba, мы знаем, да, тоже не имеет своих складов и продает по всему миру. И тоже уже его создатели-миллиардеры. Airbnb, Real Estate, не имеет своей недвижимости, предлагает жилье в чужой недвижимости или в чужих, да, то есть люди сами, люди сами через эту систему Airbnb предлагают свое жилье другим людям. И все довольны, все зарабатывают. Bitcoin, да, тоже самое. Не имеет физической монеты, но, тем не менее, очень много людей разбогатели и создалось вот такое вот движение. Blockchain или Booking.com. Все вы это знаете. Поэтому действительно интернет сделал революцию. И как для примера я вам покажу, чтобы вы поняли, куда мы идем, Syncruzis и в чем его сила. Эти вот эти бренды, самые дорогие бренды, которые на сегодняшний день влияют не только всем интернетом, но и всем миром, вот их имена, вы все знаете, мы все зависим от них. Мы работаем с ними, мы работаем благодаря им, мы все зарабатываем деньги, мы все можем также и продвигать наш, наш Syncruzis или что мы хотим, свой бренд развивать. Вот, пожалуйста, Google, Microsoft, Facebook, Disney, Samsung, Amazon и так далее. И сейчас о них знают все, ими пользуются все, кто живет на этой планете. Поэтому, друзья мои, наша задача, чтобы Syncruzis тоже пришел в каждый дом, и мы это сделаем, мы над этим работаем. И я хочу вам показать вот еще такую статистику, чтобы для подтверждения, для усиления нашей силы Syncruzis, чтобы вы понимали, если кто-то еще в чем-то сомневается, посмотрите, пожалуйста, эту статистику, сколько много дает миру круизная индустрия, именно та индустрия, с которой мы связаны напрямую. Именно та индустрия, которая дает нам наши прекрасные круизы. У нас 16 круизных линий, мы знаем, да, на нашем сайте мы знаем, что у нас 5000 круизов от этих круизных линий. Мы знаем, что вскоре к нам придут еще другие круизные линии. Почему? Потому что Syncruzis стал и станет платформой номер один, через которую сможет любой человек в мире легко сам самостоятельно выбирать любой круиз, бронировать любой круиз и при этом экономить деньги. А если хочет, может вообще путешествовать бесплатно и зарабатывать. Вот какая шикарная формула. Syncruzis в этом ее тоже большая сила, главная сила, ее предложение, да. И посмотрите, все-таки. Вот статистика. Это вся статистика из Клио. Клио вы все знаете уже. Вот наша ассоциация, благодаря которой все в мире под контролем. И мы можем понимать, с кем мы имеем дело и чего нам ждать от этих больших брендов. Итак, посмотрите. Вот, пожалуйста, даже на 2019 или 2020 год было 30 миллионов пассажиров, которые были в круизе. Об этом уже говорила. И при этом, и при этом эти круизные линии не только дают нам, не только дают нам, так, сейчас у меня еще может закончиться, к сожалению, секунду, надо подключиться мне. Так, я сейчас побегу в другую комнату. Боюсь, что у меня закончится здесь батарейка. Так, я на секунду вернусь к вам в комнату, проверю, видно ли вам. Сейчас. Не уходите, друзья, я продолжу. Так, видно все? Иду я в другую комнату. Сейчас приду. Надо подключить мне батарейку. Секунду. Так. Окей. Все видно? Все слышно? Так, хорошо, продолжаем. Иду дальше, да. Где мои слайды? Все хорошо было. Отлично. Так, где мы остановились? Вот я статистику вам хотела показать, сейчас я ее разверну. Итак, вот смотрите, что нам дала круизная индустрия? Свыше миллиона, свыше миллиона рабочих мест, благодаря тому, что осуществляются круизы, задействуется еще очень много обслуживающего персонала и на самом лайнере, и вообще в туристической отрасли. И представьте себе, что 30 круизеров, к примеру, создают одно рабочее место. И при этом все, это, конечно же, очень много, если взять глобальный охват. Поэтому мы тоже в этом берем участие, раз мы отправляем наших круизеров, готовых причем, с готовыми деньгами в эти круизы, и лайнеры помогаем наполнять, то, естественно, мы создаем и много помогаем создавать другие рабочие места, и люди могут зарабатывать деньги, иметь работу. Вот представьте себе, свыше 50 миллиардов долларов было выплачено таким людям, которые были в обслуживающем персонале в виде заработной платы. Общий вклад круизной индустрии в глобальную экономику составил 154 миллиарда долларов, статистика в конце 2019-го, начале 2020-го года. И если взять то, сколько мы тратим или каждый пассажир, вот это как минимум, он тратит до посадки на лайнер 385 долларов, вот такая статистика, имеется в виду на круиз, на бронирование. И как минимум 100 долларов во время круиза. Ну, как минимум, это что у нас, это чей вы. На самом деле все мы тратим намного больше в круизе, почему? Потому что там столько соблазнов нам хочется. Там и шопинг очень классный, да, магазинов много хороших на самом лайнере, где можно потратить. Кто-то в казино любит играть, кто-то любит что там у нас. Я сейчас думаю о том, что мы экстр платим. Там рестораны хочет какую-то выпивку взять или в бары пойти, да, и там, может быть, заказать что-то. То есть мы можем тратить. На экскурсии выходим, в других городах что-то покупаем в разных странах. Поэтому, естественно, мы тратим больше. Хотя мы экономим много. Почему? Потому что у нас, когда мы бронируем, мы знаем, что входит, самое главное, все входит в нашу квитанцию бронирования. И, в принципе, даже 100 долларов вам достаточно просто для чаевых и вы можете отправляться в круиз. И больше вам, в принципе, с собой денег не нужно, если вы не хотите тратить что-то лишнее. Бронируя круиз на нашем сайте, вы полностью можете оплатить его теми круизными долларами, которые у вас будут уже на каунте. Ну, от вас зависит. Или вы просто член клуба и у вас какая-то экономия ваших денег, как минимум 20-30 процентов на каждый круиз зависит от того, сколько лет в клубе. Или же вы на бесплатном членстве, тогда у вас абсолютно все круизные доллары подаренные. И это вообще шикарный вариант. Вот. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что же произошло, например, во время пандемии, что мы потеряли как круизная индустрия и потеряли ли мы инкрузы, потеряли ли мы нашу силу в процессе того, что случилось. И почему я здесь поставила палец вниз по сравнению с тем предыдущим слайдом, потому что все-таки пандемия, пандемия никто не ждал. Этот год принес очень много ущерба многим. И я не буду на эту тему много говорить, это не тема моего тренинга, но посмотрите, что случилось и у нас. Естественно, для общей круизной индустрии тоже были большие потери. Например, при остановке круизов 77 миллиардов долларов глобально разные круизные линии в сумме потеряли вот столько денег. Пять даже каких-то круизных линий обанкротились полностью. Много круизных лайнеров было утилизировано. Это те, которые были уже старенькие, например, много лет путешествовали, 20-30 лет путешествовали или больше. Их просто старались еще привести, сделать такой дизайн, красивый, косметический ремонт и еще отправляли более бюджетные круизы. Время от времени они в принципе еще были на плаву достаточно хорошо. Но пандемия расставила свои правила, то есть эти корабли, если они стояли без того, чтобы отправиться в путешествие, то их содержание было настолько дорого, что было, так сказать, принято решение, что проще их утилизировать, эти старые, и строить новые, уже модернизированные, оснащенные новыми технологиями, чем содержать и просто оплачивать на простое эти лайнеры. Поэтому, естественно, было потеряно много денег и было потеряно также много рабочих мест. Вот, из тех, которые круизная линия создавала, например, 518 тысяч рабочих мест за время этого года пандемии было потеряно 23 миллиарда доллара невыплаченных зарплат. Представьте себе. Вот только сколько ущерба сделал один год. И, конечно же, никто его не ждал. Инкрузис тоже его не ждал и не мог ждать, когда начинал Инкрузис сам создаться. Или когда его создатели решили запустить такую мощную компанию, понимая всю перспективу. И они не могли думать о том, что может пандемия быть, так же, как и мы не могли думать, и никто об этом не мог подумать. Ну, вот, произошло то, что произошло, и так в жизни бывает. Но тем не менее, но тем не менее, мы прошли это испытание очень успешно, достаточно успешно. И мы выстояли, и это самое большое наше достоинство в этом, конечно же, и опять же, сила Инкрузис. И самая главная сила, почему мы выстояли, я покажу на последнем слайде. А сейчас немножечко хочу еще показать вам статистику, опрос Клиа за 2020 год, к примеру, они опросили 4 тысячи туристов из 8 разных стран и спросили, а вы все-таки хотите отправляться в круиз там после того, как они были в одном, там, кто-то, в двух круизах. Вы хотите отправляться снова, будете снова отправляться в круиз, или, может быть, вы не будете? Нет, посмотрите, какая статистика. 74% круизеров все равно отправляются, хотят в круиз следующие несколько лет. И мы абсолютно не сомневаемся в этом. Мы уж точно не сомневаемся. Мы кто? Мы это члены клуба Incruzos и партнеры. Мы в этом уверены. И нас надо спрашивать, да, именно наших надо. Здесь нет наших Incruzos в этой статистике, но если бы мы были, то показатель был бы 100%. Почему? Потому что мы видим, что мы видим сейчас. Вот весь этот год наши люди, несмотря на то, что было тяжело, несмотря на то, что не было круиза, все накапливали круизный доллар, и все выискивали, как бы быстрее забронировать круиз. Где вот только какой-то круиз появится, никого, ничего не останавливает, и наши люди все равно по возможности отправлялись в круизы и сейчас тоже будут отправляться. Поэтому, друзья мои, естественно, нас ничего не остановит, и мы знаем лучше всех, что этот вид отдыха самый прекрасный. и это нас ждет. Поэтому мы настраиваемся только на позитиве, только позитивное мышление и правильное видение того, что это все таки будет хорошо, будет нас вести дальше. И причем круизная индустрия пересмотрела за этот год очень много разных сторон, и положительных, и отрицательных, и плюсы, и минусы, и поняла, как им нужно действовать более правильно, более грамотно, может быть, что-то пересчитали, что-то где-то перепланировали, так как до пандемии все шло хорошо, все шло уже накатано, и, может быть, не сильно на этом заостряли внимание. А сейчас поняли, что нужно работать по-другому, что нужно обращать внимание на экологию больше, что нужно обращать еще на какие-то моменты больше внимания, на привлечение еще больших зрелищ, еще больших развлечений для круизеров, чего-то, может быть, какие-то вот действительно уже какие-то как какие-то особые, может быть, тренинги, какие-то там особые категории людей приглашаются. В общем, очень много всего интересного сейчас придумано, нового за этот год, что будет воплощаться, внедряться в круизные путешествия. Новые какие-то маршруты, новые какие-то диковинки. Вы увидите еще очень много интересного. И, конечно же, строят и построили уже, и запустили уже первый экологически чистый на чистом топливе круизный лайнер, и с него берут пример другие, и сейчас строят новых, новые, очень много строят новых круизных лайнеров. Да, и вот 24 новых круизных лайнера к 2027 году будут работать полностью на природном газе. Это же замечательно, потому что мы, конечно, как компания «Крузис», еще и боремся за чистоту водного пространства, за чистоту мирового океана. И компания «Крузис» гордится тем, что выделяет определенную сумму денег, постоянные своих доходов на чистку океанов, и это происходит каждый год, и мы в этом тоже задействованы и участвуем, и гордимся этим, и сможем помочь еще очень много в различных таких сферах в будущем в круизной индустрии, и, в принципе, уже помогаем, это задействованы и госпитали. Год пандемии показал, что нужны и госпитали на круизных лайнерах, потому что они могут проникнуть в те места, к тем больным людям, куда не могут проникнуть, допустим, поезда или еще какой-то транспорт, а вот круизные линии могут туда лайнеры проникнуть, или просто, чтобы они не стояли, их можно задействовать как в госпитале. И вот «Мерси Шип» это первый вот такой вот такой проект в госпитале, где тоже берет участие, посредственное участие в нашей компании «Инкрузис» и выделяет уже большие суммы денег на то, чтобы там помогали, лечили больных людей, больных детей, африканских, и в этом берут участие наши партнеры и тоже большие суммы наши партнеры уже туда из своих доходов «Инкрузис» вложили. И будем еще вкладывать. Чем больше мы будем зарабатывать, тем больше у нас будет возможности помогать всему миру делать лучшие дела и помогать друг другу. И, конечно, это очень большая тоже сила, которую мы опять же привлекаем «Инкрузис» и «Инкрузис» дает другим. Так что, друзья мои, не сомневайтесь, вы в очень правильном месте. И еще такой хочу показать вам слайд. Это наш уже такой домашний слайд. Здесь я показываю нас с вами и те возможности, которые дает «Инкрузис». И я считаю, что это огромная сила. «Инкрузис» дает возможность нам работать через интернет, благодаря интернету, работать из дома, работать из любого уголка земли, работать даже из круиза. И наш офис рабочий это как говорил Майкл Хатчисон у нас тоже на одной конвенции когда вел нам тренинг прямо на лайнере, а за ним мы видели море, и мы плели на лайнере, он говорил «Это мой офис». Мне так эта фраза понравилась, что я тоже сказала «Вот это наш офис «Инкрузис» где угодно». И особенно классно, когда он и на круизном корабле, и вы тоже проводите эфиры часто вместе с нашими круизерами. Это просто невероятная, потрясающая возможность, которую мы имеем все с вами, и это наша большая сила. И при помощи такой легкой, легкого движения, проникновения в любую страну, при помощи секунды, мгновения, при помощи рекламы, которую можно разослать по всему миру, и то, что мы делаем, мы действительно делаем глобальный охват и разносим информацию. и теперь хочу показать еще такой слайд, кому же нам разносить информацию, есть ли нам кому разносить информацию, и есть ли еще впереди те люди, которым нужна наша информация, найдем ли мы их. Чтобы вы не переживали, посмотрите на этот слайд, здесь видно, что у нас, что на самом деле свыше 7 миллиардов населения есть на земном шаре, вы, наверное, знаете эту статистику, практически свыше 5 миллиардов людей по всему миру используют уже мобильные телефоны, а мы чем работаем, мобильным телефоном или компьютером, это наши инструменты, больше нам ничего не нужно, там и наш кабинетный круиз, там и наш сайт, там и наша система бронирования, там наши круизы, там мы видим все, там мы видим друг друга, там мы видим доходы наши, оттуда выводим деньги и действительно это просто невероятная возможность, это наша большая сила. И сколько людей из этого количества населения земного использует интернет? Как вы видите, свыше 4,5 миллиарда людей задействованы уже в интернете. и из них практически тоже 4,5 миллиарда задействованы в социальных сетях, социальные медиа. Это Facebook, это Instagram, это другие соцсети, но в принципе они все одни и те же, они вертятся везде. Если вы зацепите кого-то где-то на одной соцсети, то вы потом увидите, что этот человек есть и на Facebook, и на Instagram, и где-то еще вам достаточно, в принципе, даже эти две соцсети, чтобы вы охватили весь мир. Я думаю, что вам даже не нужно 4 миллиарда людей, нам даже 4 миллиона не нужно в Ингрузе, чтобы добиться наших результатов. Нам каждому достаточно по 5 тысяч с половиной, и мы уже в шоколаде. Но просто есть куда развернуться, и чтобы вы не переживали, людей хватит. И эта статистика за этот год, за январь, это есть такой сайт Digital, Digital Statistic, он делает статистику именно как растет количество людей, которые используют интернет в своих целях, или в целях просто пользования, или в целях взять информацию, или в целях делать продажи, или в целях делать рекламу, и он выводит такую статистику в онлайн-режиме, и вот я вам взяла эту статистику на январь 2021 года, и она благодаря пандемии просто выскочила, вот смотрите, действительно на 13% все выросло, и свыше 53% населения действительно легко могут найти информацию Винкрузис, это феноменально, друзья, используйте, поэтому плюсов, конечно, много у меня, и еще я могу вам найти много плюсов, и где наша сила Винкрузис, но вот эта сила, на которой я хочу сейчас остановиться на этом слайде, это мы с вами, это я считаю самый большой эгрегор после круизных линий, после круизных путешествий, это мы с вами, это люди, это наши партнеры Винкрузис, это члены клуба, которые оплачивают членство, и это мы с вами бизнес-партнеры, которые привлекают сюда членов клуба наших клиентов, рассказывают им о круизах, и, конечно, зарабатывают деньги, и становятся богатыми, становятся счастливыми, меняют свои жизни, меняют жизни других людей, и даже пандемия не остановила нас, и благодаря именно нам с вами, всем вам, друзья мои, дорогие наши партнеры, все, кто слышит и кто будет еще слышать, ставьте палец вверх, я думаю, что вы точно поставите палец вверх себе, вашему труду, вашей команде, всем нам, и мы знаем, что нас еще ждет блестящее будущее, как говорит наш генеральный директор и основатель Incruises Майкл Патчсон, и именно этот самый трудный год, когда не было круизов и не было путешествий, именно наши партнеры Incruises продержали нашу компанию на, не то, что на плаву, а продержали ее на очень высоком уровне, компания имела возможность нам платить деньги, компания имела возможности нам платить круизные доллары, да, конечно, потому что компания умная в первую очередь, да, конечно, потому что компания знала, что она делает, и но, когда компания задействовала сюда бизнес-партнерство и дала свои деньги не на рекламу, а дала нам с вами, это был самый верный шаг, это было самое правильное решение, и мы уже стали тем двигателем и тем рычагом, и тем движущим процессом, и тем магнитным полем, самым главным магнитным полем, который притягивает все человечество сюда и еще будет притягивать, поэтому интрузис не остановится, мы не дадим, мы не дадим остановиться интрузисом, нам нравится то, что мы делаем, нам нравится то, что здесь происходит, нам нравится делать, создать еще что-то более интересное, и здесь можно проявлять такие таланты, такую инициативу, такие действия, Почему? Потому что здесь все интересно. И сами круизы интересны, и путешествия интересны, и деньги классные, и люди сюда замечательные присоединяются. И вообще столько-столько всего происходит. И обучаются здесь люди, и становятся профессорами в своем деле, и становятся очень счастливыми. Самое главное, да, люди меняют свои жизни, меняют жизни своих детей, своих внуков, свое будущее, могут передать по наследству этот бизнес. И он, как бы я сказала, на украинский мовен и вмырущий для меня. Поэтому он вечно будет жить, мы постараемся. Я думаю, что мы с вами все равно постараемся. Мы не отпустим, мы не можем уже отпустить инкруз, так же, как инкрузис не может отпустить нас. Вот в этом я абсолютно уверена, что мы все с вами и с этим уникальным членством, и с этими уникальными, востребованными каждым человеком круизными путешествиями, создали то мощное магнитное поле, которое и есть сила инкрузис. Друзья, эта сила непобедима. И пока мы вместе, мы едины, мы непобедимы. Вот такая красивая фраза, которую я слышала на мероприятии «Время первых» у команды Натальи Шевеллы. И она очень прониклась глубоко и в мое сердце. И я думаю, что в этом и наша большая тоже сила. Мы объединяем людей, и мы делаем жизнь прекрасной. И, друзья мои, я вас поздравляю, что вы в этой компании. Кто еще не с нами, срочно делитесь информацией и срочно показывайте им, что компания инкрузис имеет самые лучшие предложения для любого человека. Для абсолютно любого человека. В этом тоже уникальность нашего предложения и наша сила, наша компания. Не к какому-то определенному количеству людей, а абсолютно любого человека. А уже возьмет ли этот человек, это уже его право. Мы не заставляем, мы предлагаем. Вот так, друзья. Поэтому на этой ноте, на этой положительной, прекрасной ноте я заканчиваю мой тренинг и возвращаюсь к вам. Здесь, кто хочет, кто меня не знает или захочет посмотреть мои аккаунты и очень много информации, которую я выкладываю 5,5 лет уже об инкрузис, вы можете зайти на мой YouTube. Вот здесь есть код. И на мой Instagram подписаться и увидеть, как бурлит жизнь в компании инкрузис в нашем клубе. Сейчас я вернусь в вашу комнату, к вам. И мы с вами... Я остановлю показ. Вот, надеюсь, все было видно, все было слышно. Теперь я хочу спросить, есть ли Ольга Кузнец здесь со мной, с нами. Оля, ты есть? Чтобы я тебя пригласила. Так, закончу пока запись. Мне не жалко, конечно, что слайды не могла показать, но я попытаюсь смонтировать записи, если все получилось хорошо. Так, Оля, еще у тебя есть ты? Ольга Кузнец, так как ты меня просила провести этот тренинг персонально, поэтому я хочу... Да, давайте я там сделаю. Я сейчас установлю запись. Здесь. Здесь. Продолжение следует...